Конфликт между Россией и США набирает обороты. Байден пригрозил запретить российским банкам долларовые операции. О возможных санкциях расскажем вам в следующем сюжете. США готовят против России серьезные санкции, если страна начнет торжение на Украину. Именно с таким заявлением выступил на пресс-конференции американский президент Джо Байден. Санкции прежде всего будут касаться российских банков. Им могут запретить проводить долларовые операции. Если, допустим, российская компания хочет перевести, оплатить что-то в долларах условно китайской компании, то расчеты производятся между российским и китайским банком через их корреспондентские счета, открытые в каком-либо американском банке. Американское правительство может запретить своим банкам, американским банкам, обслуживать корреспондентские счета, скажем, российских банков. Чем это вызвано? Ну, это вызвано рядом причин. Первая причина состоит в том, что Соединенные Штаты обвиняют в России в подготовке нападения на Украину. И, несмотря на то, что Россия неоднократно опровергала данные утверждения, как бы американское руководство продолжает об этом активно говорить. Санкции не означают запретное использование доллара как валюты для всех россиян. Прежде всего, такое решение американской стороны касается международных сделок. Однако, даже если санкции все же вступят в силу, совершать долларовые сделки российская сторона сможет. Чистые теоретические расчеты могут проводиться, во-первых, в других валютах, не обязательно в американских долларах. И в этом случае не потребуется участие американских банков. А во-вторых, расчеты могут производиться в долларовых счетах, через долларовые счета, открытые в банках, тоже не обязательно американских. Несмотря на напряжение на международной арене, все лидеры этого политического треугольника уверены в том, что военных конфликтов в ближайшем будущем не предвидится. Так, например, американский президент уверен, что Россия не хочет полномасштабной войны с Западом. А пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что у России нет планов по вторжению на Украину. Россия, она твердо заявляет о том, что никаких агрессивных действий в отношении Украины не предпринимает и предпринимать не собирается. И заявляет о том, что наши войска, российские войска, они имеют право находиться в любой точке нашего государства. Данный вопрос совершенно мы не обязаны ни с кем согласовывать. Независимо от того, близко ли эти регионы России находятся от Украины или далеко находятся от Украины. Это наша территория российская, мы располагаем войска там, где мы считаем это нужным. Заявлением выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал жителей страны не поддаваться панике на фоне слухов о возможном вторжении. Роберт Хасанов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова